Привет, друзья! Меня зовут Любовь Хан. Я дизайнер одежды, автор и ведущая проекта Гардероб Челлендж, а также я являюсь автором обучающего курса «Платье. Создай сам свой шедевр». И это обучающее видео, где для вас я проведу мастер-класс по изготовлению летнего красивого длинного платья. И такое платье для чумелых ручек и рукодельниц. Шьется оно без швейной машинки и полностью ручной работы. Итак, будем шить вот такое летнее, романтичное, нежное шифоновое платье. На сегодняшний день швы наружу набирают все больше популярности. И такая одежда смотрится не только интересно, но и изнутри красиво, приятно к телу. Поэтому платье будем обрабатывать вручную тонкой атласной лентой швы наружу. Платье простое, прямое, в пол, из шифона, имеет два боковых шва, с подкладом снизу до колена, спинка с полукруглым вырезом, с завязками из атласной ленты и декоративными бусинками. Итак, для начала нам потребуется основная шифоновая прозрачная ткань, метр шестьдесят шириной и полтора длина. Так как шифон прозрачный, нам потребуется еще подкладочная ткань. Можно взять тонкий хлопковый трикотаж, метр шестьдесят шириной и один метр длина. В тандеме такой шифон в цветочек и трикотаж здорово сочетаются и создают единый, законченный образ. Дальше нам также потребуется тонкая атласная тесьма шириной 2-3 миллиметра и длиной приблизительно 8 метров для сшивания швов вручную. И для обработки горловины и проймой платья. Также нам потребуется иголка с большим ушком. Еще нам нужна широкая атласная лента шириной 1 сантиметр полтора и длиной 2 метра. И декоративные бусинки для украшения. Четыре штуки. Итак, первый этап. Берем подкладочную ткань, в нашем случае это хлопковый трикотаж, и складываем лицо к лицу. Дальше берем свою любимую футболку свободного прилегания и используем ее в качестве базовой основы для выкройки платья. Выворачиваем футболку наизнанку и складываем пополам. И накладываем на ткань сгиб к сгибу. Теперь обводим футболку мелом, горловину, плечо, пройму и боковой срез. И таким образом получаем базовую основу переда платья. Чтобы построить точную выкройку платья, моделируем и проводим некоторые изменения базовой основы. Второй этап. Моделируем полочку. Сначала углубляем горловину на 9 см и горловину оформляем полукругом. Ширину плеча сужаем и откладываем по плечу от крайней точки основания шеи приблизительно 7 см. Также углубляем пройму на 2 см. Красиво полукругом оформляем пройму. Теперь оформляем боковой срез. Удлиняем и расширяем к низу платья. Оформляем боковой срез прямой линией от проймы до низу платья. Выкройка переда платья готова. Вырезаем полочку платья и ее же используем как базу для выкройки спинки платья. Теперь выкраиваем спинку используя готовую деталь платья. Еще раз складываем ткань лицо к лицу со сгибом и накладываем деталь полочки сгиб к сгибу. Вырезаем спинку полностью по шаблону полочки до горловины. А сейчас оформляем горловину спинки. Углубляем горловину спинки на 11 см и оформляем горловину полукругом. Вырезаем горловину спинки. По деталям подклада выкраиваем спинку и полочку из основной шифоновой ткани. Складываем ткань лицо к лицу, оставляя с двух сторон сгиб. Накладываем детали из трикотажной ткани сгиб к сгибу. Прикалываем их булавками по срезам в нескольких местах. Вырезаем детали полочки и спинки из основной шифоновой ткани по шаблону подклада. Платье из основной шифоновой ткани длиной в пол. Поэтому вырезаем основные детали по шаблону подклада и линию низа отмечаем в зависимости от величины роста фигуры. Третий этап. Соединяем все детали и края шифоновых деталей слегка опаливаем, чтобы не сыпался край. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь берем готовую полочку из основной шифоновой ткани и накладываем на трикотажную подкладочную деталь. Равняем все срезы и скалываем булавками вместе. Наметываем по срезам шифоновую деталь на подкладку. Также скалываем и наметываем детали спинки. И приутюживаем срезы деталей. Сметываем боковые швы, наметывая полочку на спинку, то есть закладывая боковые срезы переда назад. Сначала скалываем булавками. И теперь наметываем. Также сшиваем второй боковой шов. Сначала скалываем булавками. Музыка Теперь сметываем боковой шов. Также сшиваем плечевые швы. Сначала их сметываем. Музыка 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 Четвертый этап. Берем самую тонкую атласную тесьму 2-3 мм и сшиваем вручную боковые швы декоративным ручным швом. Музыка Сшиваем боковой шов полностью до низу. Но по желанию, кто хочет, можно не дошивать и оставить небольшие разрезы. Музыка 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 После сшивания боковых швов снимаем все лишние нитки наметывания. Музыка Музыка Дальше сшиваем также плечевые швы. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» И теперь также снимаем наметку Также обрабатываем горловину и пройму тонкой лентой отделочным декоративным швом Музыка 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 Пятый этап заключительный Проглаживаем все швы Снимаем наметку Музыка Чтобы платье хорошо держалось По спинке, а также для красоты Пришиваем широкую атласную ленту по плечам Для этого разрезаем ее надвое Музыка Музыка Прикалываем конец ленты по спинке На приблизительно полтора сантиметра от плечевого шва Музыка 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 Платье готово И завязываем красиво ленту на бант Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Отличным дополнением к такому платью будет тоненький ремешок по талии И вот такая шикарная светлая шляпа с широкими полями. Итак, друзья, теперь у вас есть все, чтобы создать свой шедевр, пошить свое платье, носить его, сиять и получать удовольствие. Поэтому экспериментируйте, вдохновляйтесь, создавайте и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. И да, обязательно напишите, пожалуйста, ниже в комментариях, как вам такой способ ручной обработки. Всех благодарю за внимание, желаю легкости, вдохновения и женственности. До встречи в следующем видео! Субтитры подогнал «Симон»!